так все включено прочитаю анна архипевская петрович в видео о зависти вы поведали что жили аж 15 лет далеко не в лучших условиях печное отопление вода в колонке туалет на улице газ баллоны это выходит сколько вам уже было годиков когда этот бытовой ад закончился сразу скажу значит в 27 лет я женился плюс 15 лет это 42 года 42 года в девяносто шестом году был построен дом который я переехал потом мы еще перестраивали значит ирина я прожила детство июна с таких условиях успел на это спокойно без ахов и охов на что я тоже скажу вам я это время вспоминаю очень и очень положительно хорошо потому что какой-то начался новый этап жизни вот твой собственный дом ты там лазишь что-то там делаешь копай строишь ой-ой-ой столько руками я вот где-то лет десять я там одно что-то перестраил лет десять не меньше потому что уголь надо там взгрузили на улице перекидать там в дом потом надо эту печку затопить и углем за закласть потом ее все это выгрести колосники прогорели значит ты это меняешь то есть это все я сам далее печка это забилось надо сажу потрусить о такой процесс я нашел сам деяти ходы чистил было дело было дело но этот период вспоминается вот очень интересный появляются дети ты что-то там такое делаешь ты вот становишься действительно как-то взрослеешь становишься самостоятельным человеком отвечаешь за себя отвечать за свою семью начинаешь заниматься вот этими все этими поисками понимаете это это действительно дорогого стоит то есть то время было прекрасно но я вам просто говорю что что и как и было и плюс естественно да вот я застал те условия которые были я вошел в дом но я постарался постоянно что-то там сделать такое чтобы облегчить быт себе супруги детям я к этому стремился поэтому я спокойно отношусь а как я чистил снег один я чистил снег колонки соседи до сих пор вспоминают выйдет он там в трусах нафиг и погнал там это снег откидывает лопаты то есть это босиком трусах уже тогда я так занимался жан-садель анна архиповская действительно любопытно и в чем секрет успеха еще как конкретно петрович выбирался из низов достойный уровень жизни это прям тема для видео наталья вы ответила тут чтоб чтоб я ответил прежде жан-садель так он столько книжек издал начиная с 90-х а может и раньше анна архиповская жан-садель согласно очень любопытная тема возможно это травма молодости отсюда и все это дрочка самолюбия обложусь техникой apple и куплю себе моби дико и вот тут-то 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 я выражаясь словами высоцкого разобью мозги на части и извилины за плиту значит я скажу вот как я это думаю а вы уж как там у вас там сложится как вы там это все воспринимать и мой этот рассказ это ваше дело первую очередь я хочу сказать что благодаря наработкам прежних жизнях если они есть серьезные вас в этой жизни никогда не оставят будет какой-то более-менее достойный уровень я чувствую что в тех жизнях я если я сейчас граф понимать я родился обычной семье я присвоил вернее не я присвоил а мне присвоили титул графа может это смешно выглядит выглядит но тем не менее вот у меня такой сертификат княжества русского кладоискателя юрия харчука титул графа малахов геннадий петрович значит номер такой-то 0025 серия такая-то а так-то присвоим 15 ноября 2011 года вот он как хотите это воспринимайте смешно это не смешно это но уже до этого понимаете каждый человек да кстати мать меня называла мой королёк как бы сказать вот неспроста такое бывает что именно с прежних жизней вот сюда тянется вот этот шлиф я бы не сказал что какого-то успеха я вот говорю как я говорю а вы там понимаете как понимаете тянется шлиф твоих твоих дел твои твоих наработок которые в этой жизни должны как-то как-то воплотиться и если эти наработки были хорошие и как я чувствую в тех жизнях и не в одной а в нескольких я не хочу сказать что каких-то там царских кровей был и знатного рода вот тут разница быть царских кровей и знатного рода а вот чтобы знатный рот у тебя получился кстати и геннадий у меня имя не зря геннадий что означает родовитый это вот трудно вот как бы сказать объяснить разумно но все интересно так слаживается что это были мои наработки в прежних жизнях которые были самостоятельно достигнуты ну практически во всех сферах жизни человеческой и вот они то они то естественно здесь как-то начали реализоваться у меня вот такое убеждение если ты там хорошенько постарался был каким-то значимым человеком что-то такое сделал по жизни там и кем-то являлся какой-то знаковой фигуры в тех жизнях значит и в этой все это будет так или иначе но но тут вот интересная вещь я так скажу значит что касается возможно богатства и так далее я скорее всего был воином был отшельником богатство меня было как бы сказать намного больше чем данный момент и дабы дабы вот эти вот богатства не вскружили голову знаменитость и богатство чтобы не вскружила голову это мне все пришло в довольно таки позднем возрасте то есть ведущими где-то стал сколько там не было лет пятьдесят шесть до этого если в сорок возможно снесло башку бы ну и и как-то раскрыться надо было это тоже не так то просто должно быть время пройти то есть закончим эту мысль значит если ты был в тех жизнях какой-то значимой фигурой то и в этой жизни это проявится ты будешь заметным человеком и вот вы знаете когда я начал писать книги все началось с того что у него самого ухудшилось здоровье и я начал этим делом заниматься я самостоятельно искал знания самостоятельно тут объездил всех кого там можно было объездить то есть всех таких значимых людей мне удалось посетить что-то у них узнать именно нарваться на кладезь вот этой вот информации которая была у владимира георгиевича черкасова которую он собрал я так даже понял что есть некоторые люди собирают они ими не воспользуются то она собралась и лежит но для кого-то и как раз вот тем кем-то это был я я это все там перепечатал насколько у меня было возможно желание и воплотил это все в книге то есть один человек собрал а другой человек это все воплотил вот в первую очередь я никогда не думал что я буду там знаменит и богат я вообще не считаю то что у меня там имеется вот это вот а это всего лишь навсего мне надо для работы и в свое время как бы сказать вот когда ты хочешь трудиться то ты хочешь чтоб инструмент у тебя был ну будет один из лучших что ты мог им там делать и вот вот это вот стремление как в свое время в прежних жизнях что у тебя был конь хороший чтобы у тебя была меч хорошая доспехи хорошие что понимаете одно дело вот вы меня знаете что я сделал но увидев меня в тем более тут сижу перед вами в шортах вы никогда не подумайте что этот человек что-то там такого достиг что-то там значит интересно кстати на эту тему высказался мухаммед али его интервью я рекомендую вам посмотреть он оказался умнейшим человеком помимо того что самый лучший боксер он этого достиг благодаря своему уму а не кулакам ну ладно когда прежних там жизнях на человека смотрят у него там такой конь у него такая там будет военная одежда там меч и так далее в этом он значимый человек значимый воин и вот нечто подобное подобное как бы сказать она тянется и сюда для того чтобы от меня так увидят это он как-то одевается фигово он там не бреется он еще что-то там делать у него зубов там нету он какой-то так этот самый похож где-то там на это на такого человека чуть ли не бомжа и другое дело когда я вот так вот выхожу с моби дико меняется совсем другое отношение но это не для того чтобы вот это отношение было там вот такое вот это для того чтобы ты вернемся к тому чтобы ты с чем-то работая где-то работая что-то делая там для себя там для других культурных я это делаю именно для себя если это мне нравится если это мне помогает я знаю что вы примерно такие же как и я и это вам будет помогать так вот чтобы это не было интересно я обложился синтезаторами думаю вот 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 начать писать то есть вернемся к другому окружить себя так вот создать такую обстановку вокруг себя чтобы вам было интересно жить чтобы вам было интересно творить чтобы вам было вообще интересно и приятно вот это понимаете вот вот это я хочу сказать не для того чтобы я вот богатый что у меня там ничего там не было это это богатство начинается но если у человека имеется такое как бы сказать состояние он уже начинает не столько жить а какую-то часть жизни отдавать на то чтобы все это сохранить чтобы это все не разворовали чтобы его не раз не разорили то есть я сделал так чтобы мне было приятно жить вот в этом доме приятно общаться с вами через камеры которые я тут имею я с ними особо научился постольку поскольку чтобы не было приятно смотреть на этот монитор я свое время когда работал с видео у меня было windows у меня были компьютеры значит вот это мое рабочее место на этом рабочем месте я значит и делаю книги компьютер сканер принтер на котором уже все это дело выходит вот на этом рабочем месте и рождаются мои новые книги значит светло уютно все это дело создал обстановку для себя я сам я не хочу сказать что на компьютерах я несколько помешан но все что касается информации как-то меня ну как бы заводит что ли программа windows вот те прежние компьютеры которые как раз работали на этой программе они просто напросто с видео не дружили и мне пришлось вот вместо того чтобы заниматься видео как я сейчас вот я тут занимаюсь видео мне надо было решать вопросы с программами там переставлять их или еще что то тут вот такие вот вещи которые сбивает с того чего ты первоначально начал я хочу делать видео а мне надо там вникать в программу переставлять windows потому что он вылетает и так далее так далее так далее поэтому вот они и плавские плюс что что плохо в современной технике это то что она устаревает появляется все лучше 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 и у меня тут раз два три четыре у меня только четыре компьютера apple-овских сейчас раз два три четыре нет вот пять пять и вдобавок вдобавок даже вот этот компьютер настоящее время я его купил в тринадцатом году он уже устарел была бы возможность я бы взял еще новый более быстрый чтоб этом не заморочился на просчет видео и так далее то есть мне нужны инструменты с которыми я бы работал и и не задумывался о том как их подстегнуть как их улучшить и так далее все это устарело и можно можно выбросить но это же все таки вещи которые мне послужили которые мне помогли что-то там решить сделать и просто так их выбросить у меня тоже как-то не поднимается рука это что касается на апплах и которые мне помогают воплощать задуманное без лишних на то с моей стороны усилий как-то на освоение программы на устранение неполадок и так далее вот оно все работает я работаю 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 жан садель сказал выбивался низу из низу на достойный уровень жизни ну возможно да для нашего гарантишки это будет какой-то достойный уровень жизни по крайней мере был начнем с книг значит писать книги я начал для себя то есть мне было интересно как это все работает я как-то рассказывал что чистка печени была вот описано пейте масло сок и все дальше с вас все выйдет и так далее мне было интересно как это работает как этот сок работает как это масло что это за печень что она собой представляет как там все происходит конце концов откуда камни берутся я сам себе это разъяснил и и выложил и насколько понял вам стало ясно и понятно вот и поэтому поэтому книги разжеванные таким вот образом стали пользоваться успехом их рекомендовали друг другу тогда не было 90 годы этот завал полнейшие люди рекомендовали друг другу вот сарафан на радио и поэтому там было действительно не то что издано продано где-то миллионов ну как сказали там где-то в 1996 году где-то там примерно 97 30 миллионов а вообще-то их было продано наверное раза в два больше если не еще больше вот благодаря вот этому я именно построил то что имею то есть это не просто как-то деньги свалились с одной стороны это такой умственный труд был который никто не понял из моего окружения не поняла не семья не родители не друзья вот вот откуда-то как-то как-то он пишет книги как-то не взялись и и еще продаются то еще вот как-то деньги идут вот в 90-е годы ну и там где деньги вот что плохо там где более менее начинаются хорошие деньги начинаются разного рода неприятности начинает дурить начинает куда-то втягивать то есть помимо всего прочего еще вот такой шлифт вот таких вот неприятных вещей ну я как-то все это чувствовал что будет примерно вот так вот но мне было интересно а во что же это выльется и как правило выливалась в неприятности но я знал как-то и вот четко верил что какая бы неприятность не было я из нее как-то как-то вот она разрешится как-то из нее выберусь вот было интересно значит вот такой момент то есть книги книги распространял я сам писал я сам и дальше уже подключились эти издатели и пошло там поехала достойный уровень жизни достойный уровень жизни да и еще что вот супруга у меня она тоже дева на 6 лет младше она говорит ну нельзя так обращаться с деньгами опять-таки я разобью мозги на части и извилины вам заплету вот так как я обращаюсь действительно купил того всего 5 10 обложился знаете вот этим вот всякими вот этими вещами отчасти тут которые не нужны тут я вот колонки хорошие такие колонки но будем говорить не любительские как бы сказать пользовательские плюс еще стоят вот профессиональные колонки отличные я им так толком не могу дать направление как их использовать потому что тут поменяли с программы как это подключить у меня что-то соображалка не не включается что нельзя так деньги тратить а это опять таки особенность которая пришла из тех и всех из прошлых жизней относиться к этому знаете ну ну не не собирательский а просто вот есть деньги ты радуешься ты раз что-то там купил такое глядишь там порадовался день-два и дальше она там тебе и и не надо там валяется а новая какая-то фигня ты опять купил не 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 сообразую что надо там действительно что-то там подкопить надо что-то там отложить и оказывается вот это вот житейская мудрость очень правильно надо было бы отложить это все в виде валютных каких-то запасов где-то и прикопать в банке не в том банке а вот здесь в банке это было бы очень и очень правильная бы вещь это какая-то особенность присущие людям которые живут живут и которым возможно умирать молодым они не считаются не с именами они не считаются ни с чем понимаете они просто живут вот что есть они вот так вот этим как сказать живут там наслаждаются опять-таки что касается меня но купил ну то все пятое-десятое вот повертел покрутил отложил что-то новое купил проходит какой-то период кстати периоды есть когда человек может заработать или как-то не свалится эти деньги ему и вот если бы этот период прошел и он ничего так сказать не заимел не поимел то он может остаться потом на нулях и все что у него как бы сказать пришло также она и уходит вот вот это мне особенно не хотелось поэтому я не продаю фотоаппараты которых я купил четыре штуки для съемки целебной кулинарии они лежат у меня там без движения вот я на один вот этот вот снимаю и плюс я использую вот такие вот камеры они мне очень нравится легко и просто ними работать ясно и понятно чем с этим надо следить там что-то сейчас электричество кончится там батарейка кончится батарейки в этом самом кончатся в звуке сложности свои с одной стороны конечно правильно бы отложить деньги но это не тот уровень когда вы ну так и скажу как она есть когда вы как-то вот по-царски жили раньше вы уже тут не можете так вот как-то жить вот там спрягать и еще что-то там собирать у меня одно слово вот надо не собрать а заработать заработать и для того чтобы самому себе подчеркнуть значит приобрести моби дико так как моби дико надоедает же приобрести чернушку седан на нем поездить для того чтобы но интересно вот это конечно все хорошо за этим всем надо ухаживать потому что вот это ломается и машины надо ухаживать а если нету дохода который там был раньше вот я думаю что в ней будет продаваться 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 она нифига не продаются я ничего и получается что сейчас у меня моби дико стоит из-за того что я не могу на 80 тысяч пройти ты о жду пока у меня накопится денежки заканчиваем наше видео там уже время подходит я хочу сказать следующее что что касается меня это феномен я не хочу подчеркивать что именно я феномен вы каждый человек феномен вот я раскрыл себя вот то что было в прежних жизнях я просто-напросто в этой жизни вспоминаю что касается там допустим жизни что касается лечения что касается индивидуальной конституции что касается циклов и так далее это все применяю травы малые все это для себя и плюс еще излагаю чтобы вот этого все было плюс если вы были достойным человеком проявили себя там то и здесь вы проявите и вы будете по крайней мере в каком-то достатке в том достатке который бы позволял вот лично мне творить так как я желаю но не более того больше денег грубо говоря туда сорвался суда сорвался и так далее недотворчество вот это тоже интересный феномен вот что касается денег относительно себя и это не что-то детское то что у меня раньше не было хотя я у матери когда спрашивал эту игрушку купила сынок нету денег пошли пошли и если их мамка вот у меня когда я вырасту я своим детям все куплю и все купил этот феномен я просто в себе открыл вот так вот я живу без шика но тем не менее тем не менее вот ну на этом заканчиваем как хотите так и расценивайте мое но я вот вам сказал что если есть наработки оттуда то они воплотятся здесь а если их там нету то делайте здесь чтобы в следующей жизни что-то у вас было благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровься и до новых встреч